Все забыв, я поеду, череду собирать, под лучистые ели смоленисто дышать, полем плыть, как рекою, колокольчиков синь, от безволия к воле, от усталости в жизнь. Из цикла Кзеларда, у меня огромный цикл Казашки, паскодонное лицо, напоминает идол в пустыне, в высохшей почве чуть сверкает соль, безбрежный пропитав степной суглинок. Кзеларда, 76-й год. Следующее. У жителей прорезан каеворот, а в щелистых глазах вражда и невесомость, так словно встречный разум твой крадет, и к разумению всякую способность, тоже 76-й год. Кзеларда. Следующее. Пыль бережет огонь слепых цветов, мгновенно расцветающих весной и тут же высыхающих, суров взгляд божий над казахской стороной. Следующее. Здесь Кзеларда и вражеский закон начертан, но в моем оцепенении и блеск невы, и сфинксов древний трон, гранитный спуск береговых ступеней. И Лене с Серегиной из Белоруссии письмо шклоп. День вспомнив, улыбнусь я одиноко, и к северной зиме поеду вспять. Там ангел на столпе стоит высоко, и плача крест пытается поднять. Это так вот Петербург в моем представлении. И если, кажется, порой неузнаваемо менялась земля с ее цветной корой, то не она, а я промчалась пылинкой медленной в зрачке ее подвижности природной, шепча печальная. Зачем? Зачем свобода несвободной? Потерян слух и смех потерян мой, я не спешу суетная домой. Босая память по лицу прошла, беспамятной свидетельницей зла. В котомке соли горстка, черствый хлеб и письмена загубленных судеб. Сплетались звуки, падали во сне, январь морозный чертил цветы в стекле. То просыпаясь, то впадая в сон, я шла по улицам сквозь шум трамваев звон и спрашивала, дышит ли душа? Люблю тебя, так жизнь моя прошла. Это посвящается Косте Окнову. Восьмидесятый год. Вечер Евгения Антоненко. Апельсинные корки в вине, день угас, по моей ли вине, пил отчаянный голос о том, чтобы кто-то, покинувший дом, затерялся в проулках, таясь. Так закончилась с женщиной связь. Вечер вверх, туберосы стекла, пыль на окна и стекла стекла легла. Мелкой сыпью проникла в глаза. В дымоходе сидит стрекоза. Не закончена жизнь, но в вине. Апельсинные корки на дне. Чашек белых. И кто-то сказал, в дымоходе сидит стрекоза. Вот вернулась стена и стекло. Пепел, комнату заволокло. Абсолютная, то есть волна. И сидит в дымоходе она. Легче слово прожить, чем советовать это же слово. Что советчик? Он собственный звук воплощен. Толкователь ворчливый. Не знает иного. Лишь себя, обрастающего плющом. Озеро Мичуринское, 1968 год. Андрею Геннадьеву. Взрастить себя легко, но расцвести. О, листопад, как твой наряд блюсти. В толпе прохожих зданий, камней. Лист за листом. И ногота белее, чем сердце белой ночи на неве. Но благодарна я своей листве. Петрополь мертв и умирает сад. О, сентября великий листопад. По осени легкие сияния встреч. И приближение радостная речь. Так непрерывно цепь и благодать. Осенние плоды к груди прижать. Ну, в общем, наверное, хватит. Субтитры создавал DimaTorzok Забавайте.